Приветствую вас! Итак, ответ сразу на три ваших вопроса. Они где-то смежные. Первый вопрос связан и с тем, а можно ли найти украинскую работу, ну не только у Польши, в других странах мира. Можно. У Польши просто проще. Ну, во-первых, язык. Во-вторых, Польша, так сказать, немножко закрывает глаза, есть трудовая виза, нет. Ну, я понимаю, что сейчас там беженец и так дальше, но в будущем, если так зацепиться, есть такой нюанс, как трудовая виза. В Польше можно работать без трудовой визы, что немаловажно. В Германии? Нет, нельзя. Уж на трудовая виза. И сейчас, на сегодняшний момент, ну, вы беженец, вам как бы могут дать, так сказать, временно поработать, так сказать, стоп, статус беженца непостоянный. Я не помню, на какой период, по-моему, на полгода дают. Закончить, сказать, значит так. Или трудовая виза, или вы свободный, уезжайте. Вот такая ситуация. Польша проще, вот в этом нюансе, чтобы правильно понять. Но, обращаю ваше внимание, ваши дипломы, которые вы получили в Украине, в общем-то, с границей признают. Но, еще раз обращаю ваше внимание, ну, поймите, в мире давным-давно не интересует само наличие дипломов. Играет роль, что вы закончили. Если вы закончили чебурашку, даже в Польше, или в Германии, к вам относятся, да, отстань, или в Украине. А закончили хороший вуз в Украине, о, нормально, вот такая ситуация. Ну, большое значение имеет опыт работы, стажировки, тренинги, это очень принципиально. Диплом, один из этапов. И тут смежный вопросик, сразу, насчет айтишников. Да, да, айтишников, рост, ну, там вопрос, что будет с айтишником? Спрос, однозначно. И в Украине, и за пределами Украины, во всех странах мира. Но, еще раз обращаю, что, айтишники разные. Есть масса людей, которые кончили курсы, не бельмес, не в смысле. И по этой причине они пытаются работать, а их увольняют, увольняют, не обижаются сильно. Ребята, поймите, не все получаются айтишники. Тем более, вы же сами понимаете, что есть айтишники, которые действительно, ну, как бы, элита. И есть, что называется, на подфате. Слабоват. Но, что касается, действительно, работы за границей, и не обязательно в Европе, для украинцев, ну, скажем так, было бы только ваше желание. Хотя, да, да, надо потолкаться. Но есть, ваш диплом, ваш опыт, ваш сертификат везде проходит, так что вперед, вперед, вперед. И не только в Европе. Я много раз вам объяснял. Ну, поймите, наконец-то, если вы едете работать в Индонезии, вы гринга. Серьезно, вас почему считают американец? Ну, там у них все, вы белые. Элита. Серьезно. Хотя, конечно, немножко специфично там жить. Плюс, скажем, специфично там немножко, ну, язык все-таки немножко, местный немножко надо выучить. Есть своя специфика. Ну, вот такой вот нюанс. Еще там был вопрос, ну, практически он ответил. Да, перспективно будет, перспективно. Ну, поймите, если у вас это получается, если не получается, ну, не мучайте ни себя, ни всех остальных. И еще один вопрос, ну, человек задает. А вот стоит ли поменять работу офисную на работу на заводе в Польше? Сразу объясняю. Работа на заводе более тяжелая, чем в офисе. Это же вы так правильно. Нет, я понимаю, в Польше действительно заводы на порядок лучше, чем это самое. Да, там есть, как бы, условия были неплохие, но офис есть офис. По этой причине, ну, как вам сказать, ну, подумайте, хорошо. Я еще раз говорю, отличается. Офис есть офис. В любом случае, в офисе работать легче. На заводе тяжелее. Причем с возрастом это очень чувствуется. Очень чувствуется. На заводе тяжелее, ну, а в офисе, ну, даже с возрастом не чувствуется. Так что здесь вы должны для себя принять решение. Хорошо, говорит, да, да, я согласен, буду работать на заводе. Но я понимаю, что это такая вот работа. Потому что некоторые, я знаю, так вот, начинают работать, говорят, ой, так тяжело. Я же думал там, нет. Ты что ж ты думал, друг, сердечно. Не пойдет, не пойдет. И последний такой вопросик. Человек задавал, вот можно ли заняться торговлей, там, покупать Польшу, перепродавать. Вперед, нет проблем. Если будет возможность перепродать. Ну, поймите, вот этот гешефт, я много раз говорю, что на сегодняшний момент спекуляция, спекуляция, спекуляция. Это основной бизнес во время войны. Во все времена, во все народы. Здесь никакой. По этой причине, да, да, на сегодняшний момент и после войны, вот такая рода, как, ну, такой бизнес, там, купили Польшу, перепродали Украине, вечная тема. Да, есть проблема доставка, есть проблема расчет, есть проблема конкуренции, есть проблема сбыта. Все есть. Спорить не буду. Но с точки зрения, как бы, перспективности вперед. Вперед, ну, поймите, в любом случае, пока закручивается производство, все это долго, это архив. Я думаю, вот война закончилась, пока это все, а вот торговля, она вечно. И если вы нашли такую свою нишу, это не так-то просто, свою. И вы знаете, где взять дешевле Польши, продать в Украине, у вас есть, вы знаете, куда продать, вперед. Но если вы не знаете, где продать, по принципу, типа, я там купил, а потом как-то продам, ой, ребят, будет проблема. Потому что просто так, типа, вот я купил дешево, сейчас в Украине все продам, ааа, не сработает. Надо действительно понимать, где вы будете продавать. Не знаю, там, бобки, розницы, знакомого, кума, свата, на базаре, это не имеет значения, где. Но вы знаете, вот я этот товар взял, причем вы должны взять то, что вы знаете, что можно действительно реально, ну, как бы, перепродаж. Потому что предложение колоссальное, вы смотрите, глаза разбегаются, говорят, о, класс, вот это вот, а оно влетело. Вот такой нюанс. Хотя, еще раз говорю, бизнес, который строится на спекуляции, вперед, 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 поддерживает.